Всем привет, друзья! Вы на канале Лена Лайфа. Это обзор на двух блогеров Инна Судакова и Волчица. Начинаю с Судаковой. Блогер нам рассказывает, как прекрасно спать на ортопедическом матрасе. Представляете, Америку-то открыла Судакова? Да, мы-то откуда знаем. Купила, привезли ей матрас, наконец-то дождалась. Затащила сама. Тортик позвонил до этого и сказал, «Подожди, я приду и занесу его, положу». Не-не-не, вы что? Она скорее бегом-бегом. Мне кажется, знаете, почему она так сама хотела положить? Какие-нибудь разводы, наверное, на том, на нижнем. Что-нибудь, наверное, там такое есть. Ну, человек сегодня потеет. Мне кажется, что-то остается на самой ткани матраса. Что-то остается какие-то там. Вот. Она постоянно же мокрая. Постоянно. Это от лишнего веса, конечно же. Вот. И может быть и щитовидка. Это же нужно проверяться, сдавать анализы, проверять, что с организмом. Может быть менопауза, потому что это возрастной уже, да, как бы. Вот. И может быть гормональный сбой. И на этом фоне и потливость повышенная, и что угодно может быть. Ну, мы же об этом не думаем, да, фолиевую кислоту все пьем. Ладно. В общем, да, выспалась на новом матрасе. Счастливая, невозможная. А кто нам рассказывал, зачем он нафиг нужен, этот матрас? Как прекрасно на полу. И как прекрасно вот это вот на сломанной койке. Да и ничего ей вообще не надо. Что уж такое-то. А сейчас на матрасе прекрасно. Ну, вот и все. Мы не верим, что на нем прекрасно. Нет, нет. Потому что полу лучше. И на этой сломанной койке было лучше. Нам доказывали, нас убеждали. Мы уже убежденные получились. А сейчас что ж такое? Матрас поставила второй. И стало очень прекрасно. Не может быть. Блогер опять, наверное, обманывает. Не знаю. Убеждали нас. Убеждали в одном. Теперь нас в другом совершенно направлении. И вот увидите, 100% она его будет выносить, сушить на балкон. Конечно же, не сейчас. А вот когда наступит жара, то есть лето придет. Она его обязательно будет таскать и сушить на балкон. Вот 100%. Потому что она это тоже прекрасно понимает. Что невозможно так оставлять. Будет влага сохраняться. Вот это будет пропитываться. Между ними нет. Движение воздуха, естественно, между матрасами. Это ни к чему хорошему не приведет. И отопления ведь нет в квартире. Нет в домах отопления. Поэтому воздух влажный. Он все равно не сухой. И поэтому, конечно же, будет таскаться. Будет таскаться с этим матрасом снова. И его просушивать. Ну и двинула Судакова, конечно, у нас куда? Да, ну куда еще, Господи, в Аланьи можно сходить. На море? Конечно же, на море. Вот. И плавала, бултыхалась. Два, двадцать, что ли, по времени. Да. Ну, конечно же, нет, на самом деле. Конечно же, нет. Ну, плещется где-то вот тут вот возле берега, скорее всего. Никуда она не плавает. Потому что ее физическое состояние об этом не говорит. И оно ей не позволяет этого делать. Вот. Блогер задыхается невыносимо просто как. Еще хуже, мне кажется, сейчас стало. Вот я не смотрела несколько роликов ее, да? Пока пропустила я. Мне кажется, еще хуже это все становится. С одышкой. С физическим состоянием. Ходит тяжело. Какие плавания? Какие? Ну, нет, конечно же, нет. Как она перечисляла, чем она там занимается? Плавая, с тортиком кувыркалась, мусор выносила. Из этого, правда, только мусор выносила. Да. Вот это да. Конечно. Все остальное фейк и ложь. Ничего она не плавает, естественно. Ничем она таким не занимается. Мы это видим. Ей просто уже не позволяет лишний вес. Он уже ей не позволяет. И поэтому, ну, все. Все уже просто. Смешно. Да, смешно, правда. А ей самое смешное. Она же, смотрите, как угорает. Правда. Смешно сама. Ну, она думает, что якобы обманывает зрителей. Вот у зрителей-то все равно уже никто не верит. Что тут думать? Тут даже, я не знаю. Уже на обратном пути после моря. После моря обнюхивает она вот постоянно этих кошек. Что она к ним прицепилась, к этим кошкам? Что она их обнюхивает, я не пойму. Лавки какие-то обнюхала кошек этих. Кошками пахнет, кошками. Потом кто-то там проехал на чем-то. Парень какой-то. То не на спиде, не на байке на чем. Парфюм какой-то. Неужели это от него идет? Вот этот воздух нюхает этот воздух. Что такое? Я не знаю, как собака какая-то. Все, она поселять собирается. Лену в отель. Зашла, узнала, что там почем. В этого мужика тыкает пальцем. Везде она тыкает этим пальцем зачем-то. Вот пишут в комментах там, как маленькая девочка. Она и есть маленькая девочка. С детства так и не вышла. Себя любимая очень любит себя. Чрезвычайно. И даже если бы этот тортик существовал в природе, навряд ли у нее какая-то любовь была бы к нему. Нет, нет, не думаю. К мужчине тоже нет у нее. Ни к животным, ни к кому. Ни к родственникам. Только себе. Только себе. Потому что она постоянно же только о себе и говорит. О ком она еще так говорит? Только о себе. В таком, значит, ракурсе. Что вот она просто это. Самая-самая. Самая-самая. И все. Никого больше не существует. Никого больше и не нужно ей. Не нужно. А цветок действительно зацветает. Вот я сейчас увидела бутон в этом видео. В последнем ее. Да? Бутончик есть. И это классно, конечно же. Я рада. Ну, не такого, а за цветок. Что он все-таки каким-то образом пришел в себя и решил зацвести. Молодец цветочек. Вопреки всему. Она его и дымом этим душит. И поливом. И засухой. В общем, что только не устраивает. Всякие. Ага. Ему препятствия. А он все равно очень живучий оказался. Классный цветок. И придя уже домой. Намесила какую-то фигню. Целый чуть ли таз. Какая-то большая лоханка такая. Чашка. Но назвала это салатом. Туда и печень, и помидоры, и огурцы. Ну, в общем, я не знаю, что было, наверное. То есть все туда в холодильник. И да, она ставит действительно открытую вот эту емкость в холодильник. Это же запах. Это же все. Весь холодильник будет в этом салате. В запахе, в смысле. Конечно, обязательно пленкой нужно чем-то прикрывать. Крышечкой. Тарелочкой. Неважно. Тут же намесила. Тут же начала есть. И продолжение видео, что она уже, то есть следующее утро, следующего дня утра. Я тут же, встав с постели, она доела этот салат. Вы можете себе представить. Но я вообще была уверена, что она его съест вот в этот же вечер, как вернулась с моря. Я думаю, съест. Сто процентов. Что ей стоит, собственно. Такое количество запросто у меня нет. Оставила на утро. Ну, зато прям проснувшись, скорее бегом, бегом к холодильнику. И надо съесть салат этот. Было. Да. Угу. Вот так. И еще что? Наверное, самое примечательное в этом видео даже не матрас, а то, что судака у нас худеет. Она это замечает. Надо это, ладно, замечать. Она может и так просто сказать. Соседи сказали. Как ты похудела. Как ты постройнела. Да. Она говорит, смотрите, живот у меня ушел. Ноги стройные. Я вообще просто стройняшка. Калории маленькие. Ну, я считала за прошлый день, что ли, я так поняла. Она говорит, что я там съела по калориям, в смысле. Да ничего. Поэтому я худею. А худею почему? Потому что калорий мало. Плаваю. Тортик. Вот все в совокупности. Угу. Угу. Ну да. Да. Только почему-то она вот уже в экран, уже как-то с трудом. Ну, с трудом она вмещается в экран, в свою одежку. Вот. Да. Я не знаю. Я не знаю. Может быть, у меня со зрением что-то не то. Я не знаю. Наверное, да. Наверное, причина все-таки во мне. Вот. А не все такое. Плохо вижу. Мне вот кажется, как будто она все больше делается. Она говорит, что она худеет. Вот. Блогер в этом уверен. Прекрасно. Ну и хорошо. Может быть, будет все-таки мотивация, да? Какая-то на похудение. Заняться собой. Заняться своим организмом. Своим весом. Своим телом. У блогера. Это прекрасно, друзья. Я плавно перехожу к следующему блогеру. К волчице. Друзья, переезд состоялся. Она так торопилась. Так торопилась выселиться с этой квартиры. Кая у нас. С квартиры, которую посуточно снимала. Так торопилась, что сиделась в отель в итоге. Вы что-нибудь понимаете? Я нет. Я нет. Ничего я не понимаю. В чем дело-то? А потому что в доме жить невозможно. Да? Да правда? Невозможно? Кто нам кудахтал столько времени? Орал? Да вы хейтеры. Да вы противные. Да я вас слушать не буду. Да я вас заблочу. Да вообще блогер сказал, что голову открути. Да это лучше ты себе открути и вставь какую-нибудь новую, чтобы лучше соображать или слушать хотя бы советы людей, которые еще и добра желают, между прочим. Не просто так, а добра желают. Говорили же, там ты не сможешь жить в доме. В доме, оказывается, отопления-то нет, печки нет. Поставила пуржуйку она и сгорела труба. Естественно, она не выдержала. Она там что, навалила туда, может, угля какого-нибудь. Что сгорела труба. Ну, вы можете себе это представить. Прежде, конечно же, нужно обязательно сделать отопление. Отопление как делать? Ставить газовую колонку, естественно. Пускаются трубы и батареи по всему дому. Вот тогда будет тепло. Правда же? Правда же. Чего она? Как она хотела? Нужно протопить. Чем протопить-то? Ты уже протопил буржуйку, сожгла ее. Все на этом. Нужно это делать. Ставить газовую колонку и ставить, конечно же, батареи. Или трубы там по всему дому тянуть. Или что-то. В общем. Чтобы все это нормально отапливалось. Зато диван. БУ. А как хвалилась. Боже, я думала, там не диван. Там я не знаю, что такое. Какое-то ложе царское. БУшный диван. И кресло еще отдали в придачу. Лишь бы, наверное, избавиться. Лишь бы кто-то забрал скорее все это старье. И все, скинут. Вот и скинули. И приехала наша Кая с этим барахлом. Поставила все это во дворе. Поставили ей. Потому что в дом не занести. В доме невозможно находиться. Там еще ремонт продолжается. Поставила. В кресло сидит и курит. Ребят, правда. Цыгане так уже не живут. Вот правда не живут. Даже. Ромалы. Кто-то написал, да? Правильно? Совершенно я согласна с этим комментарием. И все. Это что получается? Она слиняла. От этого кошмара. Протопила. Ничего не получилось, да? Это все недоделанное. Колонки нет. Она будет только 29. Привезут колонку газовую. Привезут. Так это одно. Я говорю, надо ставить батареи. То есть это все будет дальше ремонт продолжаться. Куда торопилась, переезжала-то? Я не внимаю. Что происходит с блогерами? Та худеет в таком смысле. Худеет на глазах, но мы ничего не видим. У этой уже ремонт, с которым она очень даже согласна. Да. И все ей нравится. Уже тоже сделан. И можно вселяться. По итогу ничего. И поскакала куда? В отель. В отель поскакала. Скорее. Есть. Вот что самое главное. И что успокаивает наш блогер. Который вообще потерялся. Из-за покупки этого дома. Из-за всего этого шороха. Который сам собственно и навел. Ну, наверное, уже не в Моготу было в Германии. Видимо, нужно было уже уезжать. По всей видимости. Так, ну, нам же ничего не говорят. Да зачем, да? Путают нас, путают. Мы тут в догадках все потом теряемся. Правильно. Вот, потому что врут. Врут на каждом шагу. Вот возникает вот такая вот связь сумятица, в которой люди как-то карабкаются, чтобы найти какое-то зерно истины, да? Какую-то логику в поступках блогера. И вот начинается вот этот писанина в комментариях. А потом нас блочат еще и хотят нам голову отвернуть. Я не понимаю ничего. Им надо, говорю, самим новый голову поставить, чтобы они как-то немножко понимали, что они вообще нам какую инфу доносят. Потому что путаница когда-то начинается, и все. Тут пиши пропало. Как хорошо жить будет, как хорошо. На самом деле ничего не доделано. Это, значит, купленная бэушная мебель осталась, естественно, под открытым небом. И, естественно, она будет нам очень дождем. Ну, а как иначе? Сейчас осень. Пойдут осадки и все промокнет. Хорошо, если нет. Хорошо, если закроют. Но все равно же отсыреет, правда же? Пока это все сделается. Вот отопление, я имею в виду. Хотя бы сделать отопление, да. И протопить дом. Там уже другое это можно и на потом оставить вполне. Вот. А блогер в это время прекрасно в отеле сидит и устраивает нам мукбанки. А то же мы их не видели. Вот и все. Вот весь Каин переезд, друзья. Я когда увидела, я просто... Я просто вообще была не то, что в шоке. Мне и особо дело-то не до блогера. Это его личное дело. Что он там творит в своей жизни. Но удивлена крайне. Просто вот каким-то промечком, чевым поступком. И необдуманным совершенно. Человек вроде бы взрослый уже. А мама-то? Мама где? Почему она не подсказывает ничего? Старый человек, проживший жизнь. Почему она не подсказала ничего? Не научила? Как так? Бросила просто на произвол судьбы. Где она есть вообще? Чего она? Не слышно, не видно. Вот, в общем-то, и все, друзья. Я заканчиваю свой обзор. Вот по этой вот билибердине с усветлой. Да, иногда трудно, вообще сложно понять наших блогеров. Очень трудно, друзья. И от этого тяжело. Тяжело как-то делается. Потому что логики вообще никакой не наблюдается. От слова совсем. Друзья, всем пока-пока. Обязательно с вами увидимся. Приходите на мой канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok